Актуально. Нашадр.Инфо. Для реализации возложенных полномочий продолжили работу по совершенствованию нормативно-правовой базы. Переработано 4 нормативных правовых акта в области безопасности жизнедеятельности населения и территории. На должном уровне организована работа комиссии по предупреждению реквидации ЧАЭС и обеспечению пожарной безопасности, эвакуационной, по повышению устойчивости функционирования экономики. На заседаниях комиссии принимались решения, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Одной из главных задач органов управления всех уровней является обучение руководящего состава населения в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях. В учебном методическом центре прошли обучение 34 человека по категориям руководящего состава специалистов и работников ГО и РСЧС, что составляет 178% от запланированного. На курсах ГО города подготовлено 562 человека, что также составляет 106%. Подготовка работающего населения осуществлялась по месту работы, обучено 27 589 человек, что составляет 97%. Обучение учащихся и студентов в образовательных учреждениях среднего и высшего образования велось в рамках курса безопасности жизнедеятельности, обучено также 8 985 человек, это 99%. Обучение неработающего населения осуществлялось на курсах ГО города и учебно-консультационных пунктах по ГО ЧС, а также с использованием средств массовой информации, распространением памяток, трансляцией видеороликов в торговых залах магазинов. Проведены соревнования школы безопасности, в которых приняли участие 10 команд, День защиты детей с практическими занятиями по обработке эвакуационных мероприятий во всех общеобразовательных учреждениях города. По итогам областного смотра конкурса, курсы ГО ЧС города заняли первое место среди курсов гражданской обороны. Управляющая компания «Жилсервис» заняла второе место среди учебно-консультационных пунктов ГО ЧС. Пропаганда знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожаров, безопасности людей на водных объектов, администрация города и организациями проводилась через средства массовой информации. Это городские газеты «Ваша выгода» и сеть, телерадиокомпания ООО «Креатив Медиа», «Х-Медиа» и «ТВ Шадринфо». А также размещение материалов на официальном сайте города Шадринска в разделе «Защита населения». Опубликовано, показано и озвучено материалов 174 публикации в газетах, 111 информационных сообщений на радио, 56 информационных выпусках по Шадринским телеканалам, 98 информационных материалов и памяток на официальном сайте, 45 информационных материалов в разделе «Защита населения» на официальном сайте. Выражаю слова благодарности руководителям и сотрудникам средств массовой информации за оперативное доведение информации до населения города за пропаганду безопасности жизнедеятельности населения. Своевременно принятые меры по предупреждению угроз чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера не допустили их возникновения на территории города. Руководителями потенциально опасных объектов жилищно-коммунального комплекса проводятся мероприятия по снижению рисков возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций. Руководителями потенциально опасные объекты имеют лицензии на право осуществления деятельности. На них проведено обязательное страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации при работе на паспорта опасного производственного объекта. Администрация города по исполнению муниципальной программы развития системы водооснажения и водоотведения города Шадринска на 2013-2020 годы. Первое. Ведется строительство двух резервуаров чистой воды емкостью 2400 кубов каждый. Второе. Ведутся работы по объекту модернизации расширения северо-восточного водозабора по улице Тюменской. Третье. Ведется строительство очистных сооружений в соответствии с федеральной программой «Чистая вода», которая расширена на 2011-2017 годы. Техническая готовность объекта составляет на сегодняшний день 53,9%. И четвертое. Для снижения негативного влияния отходов на окружающую среду, улучшения экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения города и обеспечения предупреждения лесных пожаров проводится строительство полигона твердых бытовых отходов. За период с 2008 года на территории города снесено 81 единица аварийного жилого фонда. Построено 13 новых домов по федеральной муниципальной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Комитетом по управлению муниципальным имуществом проведена работа по паспортизации и регистрации водозащитных дамб. Оформлено право собственности на ГТС. Комитетом по строительству и архитектуре проведено преддекларационное обследование водозащитных дамб. На водозащитные дамбы оформлены страховые полеса. В жилищно-коммунальном комплексе износ сетей большой, но работа по изамене и реконструкции регулярно проводится. В текущем году на коммунальных системах жизнеобеспечения населения проведена замена оборудования и капитальный ремонт. 373 метра сетей водопровода, 123 метра сетей канализации, 3 километра теплосетей. Введено новых газопроводов протяженностью 5 километров. Проложено более 2 километров воздушных и кабельных линий на системе электроснабжения. Ни одна авария, прошедшая в этом году на объекты жилищно-коммунального комплекса, не привела к чрезвычайной ситуации. Руководители организаций на все аварии, происшествия реагировали четко, стремились устранить их в короткие сроки при необходимости взаимодействия с другими организациями по привлечению сил и средств. В качестве положительного примера можно привести умелую организацию ремонта восстановленных работ на авариях. 27 марта и 30 июля на канализационном коллекторе по улице Сверлова, муниципальным предприятием «Водоканал», директор Премьернодцев Часов Владимирович. 21 июля восстановительная работа на городских электрических сетях, вызванных порывами сильного ветра и большого количества выпущенных осадков шатринскими городскими электрическими сетями начальник Утыгин Сергей Николаевич. 10 июля реконструкция газопровода через реку Канаш на основном распределенном газопроводе города работы выполнялась круглосуточно. Заместитель гендиректора главный дженер Беряковцев Павел Николаевич. Работа по обеспечению безопасности дорожного движения направлена на снижение дорожно-транспортных происшествий и человеческих жертв. На территории города за 11 месяцев текущего года произошло 51 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибло 8 человек. 55 человек травмировано. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП уменьшилось на 16%. Количество травмированных уменьшилось на 24,5%. А вот количество погибших, к сожалению, увеличилось в 1,3 раза. Администрации города Шатринска особое внимание в текущем году уделялось выполнению полномочий в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности, проведению мероприятий противопожарной защиты объектов муниципальной собственности и территорий города. Содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения. Принимались меры по обеспечению пожарной безопасности мест летнего отдыха детей. Установлено в 10 образовательных школах и 4 учреждениях дополнительного образования система «Стрелец». Мониторинг, который выводит сигнал на пульт пожарной охраны. Проведены рейды по жилому фонду, где проживают многодетные, малоимущие и неблагополучные семьи. Управляющими компаниями проведено 68 собраний, на которых доведена информация о соблюдении мер пожарной безопасности. Проводились инструктажи в целях профилактики пожаров жителями домов частного сектора. С вручением памяток по пожарной безопасности сотрудниками управления ГОЧС проведено 459. Сотрудниками Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности 258. Сотрудниками пожарной охраны 3752. Была продолжена реализация муниципальных целевых программ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях культуры, а также в целях обеспечения охраны, защиты и воспроизводства городских лесов. На реализацию программ освоено денежные средства сумму 2 млн 133 тыс. рублей. С начала года на территории города зарегистрировано 92 пожара, на которых обнаружено 6 погибших, в том числе 2 ребенка. Травмировано 11 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост пожаров составил 6,9%, число погибших уменьшилось на 25%. Благодаря слаженной работе подразделения пожарной охраны Шадонского лесхоза крупных пожаров в городских лесах не произошло. В пожароопасный период много внимания уделялось пропаганде пожарной безопасности, размещению профилактических материалов по этой тематике в средствах массовой информации. Шадонским лесхозам для обеспечения пожарной безопасности проведены работы по созданию минерализованных полос противопожарных пушек, полос лиственных пород, а также проводилось патрулирование лесных участков с целью обнаружения, разведки, принятия мер по локализации горения и начального тушения лесных пожаров. За пожарно опасный сезон в городских лесах произошло 7 случаев возникновения пожаров, что на 30 пациентов меньше, чем в прошлом году. Огнем пройдена площадь в 1,11 гектара, что в 7,7 раза меньше, чем в прошлом году. Материальный ущерб лесным насаждениям не нанесен. Динамика прохождения весеннего половодия в 2014 году характеризовалась следующими показателями. Максимальный уровень весеннего половодия по реке Исеть прогнозировался 319 сантиметров. Период прохождения весеннего половодия составил более 32 суток. Зафиксировано два уровня подъема воды – 118 сантиметров 25 апреля и 119 – 10 мая. Проведенные организационные инженерно-технические мероприятия по подготовке к весеннему половодию и внутригородскому паводку снизили возможный риск подтопления территории города. Материальный ущерб не причинен. Администрацией города и организациями проводится работа по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах. В текущем году на водных объектах на территории города погиб один человек. Готовность системы гражданской обороны города, звенья в территориальной подсистеме РСЧС, проверялись в ходе проведения учений и тренировок. Администрацией города и организациями проведено 93 тренировки, привлечено 3435 человек, 145 единиц техники. Поставленные задачи, выполненные действия нештатных формирований, оценены как готовые к действию по предназначению. Хотелось бы в лучшую сторону при подготовке и проведении этих мероприятий отметить такие организации, как филиал Молочный комбинат Шадринский, ЗАО Шадринский комбинат хлебопродуктов, Шадринское отделение ООО Курганская генерирующая компания. Готовность к деятельности органов повседневного управления проверялась в ходе проводимых тренировок ЦУКС Главного управления МЧС России по Курганской области по отработке вопросов организации проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проведено было 20 тренировок. Город участвует в мероприятиях по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 112, который в Курганской области планируется ввести в 2017 году. В текущем году проведено изучение вопросов состояния гражданской обороны и защиты населения в чрезвычайных ситуациях в 12 организациях города. Недостатки, отмеченные в ходе изучения вопросов, устранены. В рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне проведена тренировка с руководящим составом администрации, аварийно-спасательными службами и организациями города. Проведено оповещение руководящего состава, выезд оперативной группы на запасной пункт управления, заседание эвакуационной комиссии города, комиссии ПОПУХ. Практическое развертывание поста радиационного химического наблюдения, сборного эвакуационного пункта на базе средней общеобразовательной школы номер 20, пункта выдачи средств индивидуальной защиты на базе средней образовательной школы номер 8, подбижного пункта питания на базе ГОПУРАУ. До курса ГО проведен день открытых дверей, в общеобразовательных учреждениях проведены занятия по тематике действия в чрезвычайных ситуациях гражданской обороны. В текущем году организации продолжили финансирование мероприятий по гражданской обороне, защите персонала от чрезвычайных ситуаций израсходов на более 10 миллионов рублей. Продолжается работа по обеспечению работающих средств индивидуальной защиты. Всего организациями приобретено средств индивидуальной защиты на сумму 1 миллион 700 тысяч рублей. Решение задач гражданской обороны общими усилиями будет являться непременным условием эффективной защиты населения материальных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций, опасностей, возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий. Руководителям организации необходимо помнить, что они являются непосредственными организаторами гражданской обороны на своих объектах и несут личную ответственность за ее постоянную готовность, а также за своевременное выполнение задач гражданской обороны. Проведенная нами работа в значительной мере обусловлена слаженностью, профессионализмом и трудолюбиванием находящихся здесь руководителей и сотрудников системы защиты и безопасности населения. По результатам областного осмотра конкурса город Шадлиц признал победителем среди городских округов, награжден дипломом и присвоено звание лучший орган местного самоуправления муниципального образования Курганской области в части реализации полномочий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. И это один из показателей нашей работы. Основные задачи на 2015 год это продолжить работу по дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, повысить ответственность руководителей за обучение должностных лиц всех уровней ОМС и на курсах ГО. Организовать создание нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований гражданской обороны в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 30 июля 2014 года, номер 331. Участвовать в совершенствовании системы оповещения гражданской обороны и создании системы 112. Провести инвентаризацию заглубленных сооружений, состоящих на балансе организаций. Продолжить проведение мероприятий по пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектов. В завершение выступления призываю руководителей всех уровней в период проведения новогодних и рождественных праздников и принять все необходимые меры пожарной безопасности с целью сохранения жизни и здоровья людей. В преддверии Нового года желаю вам исполнения заветных желаний. Пусть наступающий год станет временем для новых открытий, встреч, ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Спасибо за внимание. Еще раз всех наступающим праздникам. Желаю всем здоровья вам и вашим близким. Разрешите мне коротко обозначить в своем докладе направление нашей деятельности в области пожарной безопасности, гражданской обороны. Всего в Шадвинском международном отделе назорной деятельности находится на учете 1821 объект защиты в области пожарной безопасности, 549 объектов в области защиты гражданской обороны. И за 2014 год в рамках реализации государственной функции по назору за соблюдением требований пожарной безопасности, также гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайной ситуации было проведено 505 проверок. Из них 170 было проведено плановых и 335 внеплановых проверок. Из которых 449 было проверок в области пожарной безопасности и 56 проверок в области гражданской обороны и защиты населения и территории от ЧАЭС. По результатам проведенных проверок было подготовлено и вручено 145 обязательных для исполнения предписаний и 3 предписания в области гражданской обороны. В ходе проведения проверок выявлено 626 нарушений требований пожарной безопасности и гражданской обороны. Согласно установленных сроков в предписаниях было устранено 377 нарушений в области пожарной безопасности, при этом процент устранения состоял 80. По результатам мероприятий по назору составлено 73 административных материалов, из них на граждан 22, на должностных лиц 33, на юридических лиц 18 и назначено страфов на общую сумму 233 тысячи рублей. Мы все прошли долгий и напряженный путь к завершению этого 2014 года. И приятно было чувствовать ваше понимание и поддержку в решении многих трудных вопросов. Без сотрудничества нам было бы сложно проводить свою работу. И мы это помним. По поручению начальника главного управления МЧС России по Груганской области, полковника внутренней службы Рожкова Олега Анатольевича, его все знаете, я хочу выполнить приятную миссию – зачитать приказ министра Российской Федерации. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, выписка из приказа 22 сентября 2014 года, город Москва, за безупречное служение делу гражданской обороны, предупреждение ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, качественное выполнение служебных обязанностей и в связи с 82-й годовщиной со дня образования гражданской обороны наградить медалью МЧС России за пропаганду спасательного дела Харитонова Валерия Сергеевича, начальника спасательного отряда города Шадринская. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу всех поздравить, так как вы все спасатели, я думаю, что спасатели с нашим с вами профессиональным праздником, это 27 декабря, день образования МЧС России, а и с наступающим Новым годом. Конечно, всем здоровья и не пользоваться нашими услугами. Хорошо? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Постановление главы города Шадринска, главы администрации города Шадринска от 3 декабря 2014 года, номер 84, о поощрении руководящего состава города Шадринска по итогам работы в области гражданской обороны, предупреждение ликвидации чрезвычайной ситуации в 2014 году. Постановляю, первое, по итогам года распределить места и наградить среди аварийно-спасательных служб города первое место противопожарная аварийно-спасательная служба начальник службы, начальник ФГКУ, второй ФПС по Курганской области Кузьминых Анатолий Александрович переходящим кубком и грамотой. АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место – аварийно-спасательная служба охраны общественного порядка, начальник службы, начальник ОМВД России по городу Шадринску Шамин Андрей Евгеньевич Грамотой. АПЛОДИСМЕНТЫ Третье место – аварийно-спасательная служба энергоснабжения и светомаскировки, начальник службы, начальник ШГРСП, шесть филиала ОАО «Энерго Курган» Кутыгин Сергей Николаевич Грамотой. АПЛОДИСМЕНТЫ Среди организаций города – первое место – Шадринское отделение ОАО «Курганская генерирующая компания», директор Филимонов Евгений Михайлович, переходящим кубком и грамотой. АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место – молочный комбинат «Шадринский», филиал ОАО «Компания Юнимил», генеральный директор МАКСАК Наталья Геннадьевна Грамотой. АПЛОДИСМЕНТЫ Третье место – Шадринский комбинат «Клеопродуктов», генеральный директор Несеренко Сергей Иванович Грамотой. АПЛОДИСМЕНТЫ Лучшее лечебно-профилактическое учреждение города. Первое место – ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи», исполняющая обязанности главного врача Никульшина Ирина Валентиновна, переходящим кубком и грамотой. АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место – ГБУ «Шадринская детская больница», главный врач Бахтина Татьяна Анатольевна Грамотой. АПЛОДИСМЕНТЫ Третье место – ГБУ «Шадринская городская больница», главный врач Калногоров Николай Николаевич Грамотой. АПЛОДИСМЕНТЫ Среди учреждений начального и среднего профессионального образования первое место – Завуральский колледж физической культуры и здоровья, директор Кишкин Александр Степанович, переходящим кубком и грамотой. АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место – Шадринский медицинский колледж, директор Гашев Григорий Григорьевич, грамотой. АПЛОДИСМЕНТЫ Третье место – Шадринский кооперативный торгово-экономический техникум, директор Шаламова Людмила Николаевна, грамотой. АПЛОДИСМЕНТЫ Среди школ города – первое место – Гимназия номер 9, директор Суханов Александр Сергеевич, переходящим кубком и грамотой. АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место – Средняя общеобразовательная школа номер 8, директор Поспелова Валентина Александровна, грамотой. АПЛОДИСМЕНТЫ Третье место – Средняя общеобразовательная школа номер 15, директор Юрченко Александра Перфильевна, грамотой. АПЛОДИСМЕНТЫ Среди детских садов – первое место – Детский сад номер 16, заведующий Шкрябец Светлана Валерьевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Второе место – Детский сад номер 3, заведующий Баженова Светлана Викторовна, грамотой. АПЛОДИСМЕНТЫ Третье место – Детский сад номер 9, заведующий Япончинцева Ирина Владимировна, грамотой. АПЛОДИСМЕНТЫ Второе – поощрить благодарственным письмом администрации города Шадринска Гаврилюка Виталия Владимировича, главный инженер МП «Спецавтотранс». Качесова Глеба Геннадьевича, директор ООО «Креатив-Медиа». Кириенко Артёма Сергеевича, директор ООО «ТВ «Шадринфо». Куличков Наталью Валентиновну, инженера МПУ «Шадринский лесхоз». Кубасову Любовь Ивановну, инженера штаба ООО «Шадринского авторегатного завода». Лагунову Валентину Владимировну, инспектора курса ООО «Шадринска». Манылова Владимировна Аркадьевича, преподавателя ОБЖ «Лицея номер один». Павлова Юрия Викторовича, директора средней общеобразовательной школы «Номер двадцать». Поспелого Валентину Александровну, директора средней общеобразовательной школы «Номер восемь». Прудникова Леонида Яковлевича, уполномочен на решение задачи в области ГОЧС «Шадринской больницы скорой медицинской помощи». Соколова Сергея Михайловича, государственный инспектор ООО «Шадринского участка центра ГИМС» Главного управления МЧС России по Курганской области. Туганову Татьяну Михайловну, заместителя главы администрации города Шадринска, руководителя комитета по строительству и архитектуре администрации города Шадринска, начальника инженерной аварийно-спасательной службы. Шагобиева Михаила Рапатовича, начальника Шадринского участка ЛПУ «Газпромтрансгаз Екатеринбург». Шефер Якова Андреевича, уполномоченного на решение задачи в области ГОЧС средней общеобразовательной школы номер 15. Шумилу Сауру Тимир-Галиевну, уполномоченного на решение задачи в области ГОЧС детского сада номер 3. Щекина Владимир Александровича, главного инженера ОАО Шадринска ДРСП. Третье. Наградить почетной грамотой администрации города Шадринска Брюханова Юрия Александровича, заместителя начальника ОМВД России по городу Шадринску, начальника штаба аварийно-спасательной службы охраны общественного порядка. Грязных Ольгу Андреевну, уполномоченного на решение задачи в области ГОЧС детского сада номер 16. Двойных Владимир Александрович, уполномоченного на решение задачи в области ГОЧС Шадринского медицинского колледжа. Евсеева Алексея Игоревича, начальника ПЧ-8, 2-й ФПС по Курганской области. АПЛОДИСМЕНТЫ Каурова Евгения Петровича, дознавателя Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности УНД, Главного управления МЧС по Курганской области. Маленьких Владислава Александровича, уполномоченного на решение задачи в области ГОЧС Молочный комбинат «Шадринский». АПЛОДИСМЕНТЫ Пивовара Владимир Алексеевича, уполномоченного на решение задачи в области ГОЧС Шадринского отделения Курганской генерирующей компании. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Четвертое. Наградить денежной премией Бакулину Ольгу Вениаминовну, главного специалиста отдела образования администрации города Шадринска. АПЛОДИСМЕНТЫ Верхотурцева Сергея Сергеевича, спасателя первого класса спасательного отряда управления ГОЧС города Шадонска. Губина Ивана Викторовича, старшего инспектора Шадонского межрайонного отдела надзорной деятельности. Диагилеву Елену Викторовну, главного специалиста управления ГОЧС города Шадонска. Жукова Михаила Юрьевича, инженера гражданской обороны Шадонского участка ЛПУ. Катачигову Оксану Александровну, инженера пожарной охраны 2-й ФПС по Курганской области. Гармильцева Дмитрия Викторовича, уполномочен на решение задач в области ГОЧС Шадонского комбината хлебопродуктов. Межринцева Станислава Вячеславовича, инспектора мобилизационной подготовки и мобилизации ОМВД России по городу Шадринску. Мурашову Ираиду Александрову, техника наблюдателя гидропоста метеостанции города Шадринска. Негоду Александра Петровича, преподавателя курса гражданской обороны города Шадринска. Саламатова Дениса Александровича, директор МБУ Шадринский лесхоз. Светоносову Нину Ивановну, уполномочен на решение задач в области ГОЧС Средней обучеобразовательной школы номер 8. Стародубцева Сергея Петровича, главного специалиста АТИ, начальника штаба инженерной аварийно-спасательной службы. Степанову Ольгу Георгиевну, директора лицея номер 1. Уляшева Анатолия Ливерьевича, уполномоченного на решение задач в области ГОЧС Средней обучеобразовательной школы. Уральского колледжа физической культуры и здоровья. Пятое. Объявить благодарность. Азимханову Илье Сареевичу, начальнику Шадринского межрайонного центра технической эксплуатации и телекоммуникации. Андрею Кадмитрию Ивановичу, уполномочен на решение задач в области ГОЧС ШГПИ. Бахтиной Татьяне Анатольевне, главному врачу Шадринской детской больницы. Зайцеву Евгению Александровичу, инспектору Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности. Колоногорову Николаю Николаевичу, главному врачу Шадринской городской больницы. Кузьминых Анатолий Александровичу, начальнику ФГКУ 2 ФПС по Курганской области, начальнику противопожарной аварийно-спасательной службы. Кутыгину Сергею Николаевичу, начальнику ШГРС 6 филиала ОАО «Энергокурган», начальнику аварийно-спасательной службы, энергоснабжения и светомаскировки. Максак Наталье Геннадьевне, генеральному директору молочный комбинат Шадринский. Неменковой Светлане Владимировне, уполномочен на решение задач в области ГОЧС Шадринской городской поликлиники. Нестеренко Сергею Ивановичу, генеральному директору Шадринского комбината клеопродуктов. Осмениной Людмиле Ивановне, уполномочен на решение задач в области ГОЧС детского сада номер 9. Ахулкову Виктору Александровичу, генеральному директору Шадринского авторигатного завода. Пахомову Николаю Александровичу, уполномочен на решение задач в области ГОЧС Шадринского межрайонного центра технической эксплуатации и телекоммуникации. Семенюк Василию Михайловичу, уполномочен на решение задач в области ГОЧС Шадринского кооперативного торгово-экономического техникума. Тельнову Валерию Николаевичу, уполномоченную на решение задачи в области ГОЧС ООО «Кров», Филимонову Евгению Михайловичу, директору Шадринского отделения ООО «Курганская генерирующая компания», Шамину Андрею Евгеньевичу, начальнику МВД России по городу Шадринску, начальнику аварийно-спасательной службы охраны общественного порядка, Юрченко Александре Перфильевне, директору среднеобщеобразовательной школы номер 15. Седьмое. Рекомендовать руководителям организаций города провести подведение итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и поощрить наиболее отличившиеся. Глава города Шадринска, глава администрации города Шадринска Людмила Николаевна Новикова. У нас такие большие праздничные дни. Не работаем мы долго. Поэтому я обращаюсь со всем руководителям учреждений предприятий, которые здесь присутствуют, о том, чтобы еще раз о ней напоминать, написать приказы о безопасности. То есть провести на предприятиях и организациях собрания о предупреждении. То есть все дни надо, чтобы все было под контролем. Потому что здесь пойдут в школах у нас и в детских садах елки, учреждения культуры тоже елки. Ну а на предприятиях и организациях нерабочие дни. Значит, не забыть про это, еще раз все проверить. Ну и, конечно, прежде всего соблюдение мер противопожарной безопасности в праздничные дни. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством. Вот мы, говорит, Новым годом, будь то мы взрослые, постаршие или маленькие, всегда ждем от Нового года чего-то нового, хорошего. А загадывали какие-то желания. В душе всегда у нас есть надежды на лучшее. Поэтому я желаю вам, чтобы ваши надежды сбывались. Я желаю вам, чтобы всем их у вас было комфортно. Желаю, чтобы все праздничные дни прошли без происшествий. В общем, всех с наступающим Новым годом. Всего самого-самого доброго и, самое главное, благополучия и здоровья. С праздником вас наступающим!